Я не променяю Среднюю Россию на самые прославленные и потрясающие красоты земного шара. «Всю нарядность Неаполитанского залива с его пиршеством красок я отдам за мокрый от дождя ивовый куст на песчаном берегу Окея или за извилистую речонку Таруску. На ее скромных берегах я теперь часто и подолгу живу», — говорил Константин Георгиевич Паустовский, известный писатель, педагог, сценарист, военный корреспондент. Родился Константин Паустовский 31 мая 1892 года в Москве в семье железнодорожного статистика Георгия Максимовича Паустовского. Георгий Максимович был неисправимым мечтателем, не уживался долго на одном месте. После Москвы служил во многих городах России и, наконец, переехал в Киев. Константин Паустовский окончил первую Киевскую гимназию. Там же в одно время с ним учились мальчики, имена которых сейчас хорошо известны в России. Это писатель Михаил Булгаков, драматург Борис Ромашов, певец, композитор и поэт Александр Вертинский. После окончания гимназии в 1912 году он стал студентом историко-филологического факультета Киевского университета. Именно там он впервые отчетливо понял, что хочет посвятить писательству всю свою жизнь. В 1912 году в печать вышел первый рассказ Паустовского «На воде». Он был напечатан в киевском литературном журнале «Огни». В 1914 году Паустовский переезжает в Москву и переводится в Московский университет. Окончить университет ему не удалось. Началась Первая мировая война. Константин Георгиевич был вынужден прервать учебу и устроиться на работу. Работал вагоновожатом трамвае. Служил санитаром на поездах, перевозивших раненых. Он ездил из города в город, работая на заводах. В Таганроге Паустовский стал рыбаком в одной из артелей. Впоследствии он говорил, что писателем его сделало море. Здесь же Паустовский начал писать свою первую повесть романтики. Работа над ней завершилась в 20-е годы, когда писатель жил в Одессе. А в печать этот роман попал только в 1935 году. После выхода в свет повести «Карабугас» Константин Георгиевич оставляет службу и целиком посвящает себя писательству. В 30-е годы Паустовский открыл для себя Мещерский край и называл его «Неведомой и заповедной землей». Паустовский писал, «Мещоре я обязан многими своими рассказами, летними днями и маленькой повестью «Мещерская сторона». Здесь было все, что привлекало его с детства – дремучие леса, озера, извилистые речки. С началом Великой Отечественной войны Паустовский, ставший военным корреспондентом, некоторое время служил на Южном фронте, публиковал свои статьи в газетах «Защитник Родины», «Красная звезда» и других. Вскоре по требованию Комитета по делам искусств был освобожден от службы для работы над новой пьесой для МХАТа и эвакуировался с семьей в Алма-Ату. Премьера спектакля по пьесе Константина Паустовского «Пока не остановится сердце», посвященной борьбе с фашизмом, состоялась в Барнауле 4 апреля 1943 года. Более 30 лет писатель работал над автобиографической повестью «Повесть о жизни». Полностью он успел написать шесть книг. Отрывки из седьмой книги под названием «Ладони на земле» появились в печати в конце 60-х. Закончить этот труд писателю не удалось. «Повесть о жизни» знакомит читателей с судьбой Паустовского на протяжении четверти века. Автор вложил в нее все, что он передумал и перечувствовал за долгую жизнь. Писал Константин Георгиевич и сказки, которые получались очень добрыми и поучительными. «Писать сказку так же трудно, как передать словами слабый запах травы. Сказку пишешь почти не дыша, чтобы не сдуть тончайшую пыльцу, которой она покрыта», – говорил Паустовский. Герои сказок – теплый хлеб, похождение жука-носорога, стальное колечко, дремучий медведь, растлепанный воробей. Скромные и простые люди, способные увидеть необыкновенное в обыденном. В его сказках все просто и жизненно. Почти нет чудес и волшебных персонажей. А волшебной силой наделена природа. Морозы, дожди, деревья, звери и птицы. Многие рассказы Паустовского также стали любимыми книжками детей. «Кот ворюга», «Заячьи лапы», «Порсучий нос», «Корзина с еловыми шишками». Эти произведения сейчас входят в школьную программу. В середине 50-х годов к Паустовскому пришло мировое признание. Его книги переведены на иностранные языки. Писатель получил возможность путешествовать по Европе. Он посетил Англию, Францию, Польшу, Турцию. Был в Болгарии, Швеции, Италии. Впечатления от этих поездок отразились в путевых очерках и рассказах 1950-60-х годов. Итальянские встречи, мимолетный Париж, огни Ла-Манша и других. В 1965 году некоторое время жил на острове Капри. В том же 1965 году был одним из вероятных кандидатов на Нобелевскую премию в области литературы. Последние 13 лет своей жизни Константин Георгиевич провел в маленьком городке Средней России – Таруси. Паустовский пользовался любовью и уважением жителей и стал первым почетным гражданином города. Сейчас в доме Паустовского в Таруси работает музей, проводятся литературные праздники. В августе 2012 года на берегу Оки открыли памятник Константину Георгиевичу Паустовскому. В августе 2012 года на берегу Оки открыли памятник Константин Георгиевичу Паустовского в Таруси. В августе 2012 года на берегу Оки открыли памятник Константин Георгиевичу Паустовскому. Продолжение следует... Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры создавал DimaTorzok